КОНЕЦ Это я уже почти. А у тебя, я вижу, не только челюсть отвисла, никаких признаков жизни. Короче, я не доктор, но диагноз очевиден. Ты сбитый летчик. Импотент. Короче, встали, но бросали строчки. Мир на ладони, и мы те же типочки. Мы уже не хулиганы, и теперь не шпана. Ну если что не нравится, слышь, иди сюда. Это наш район, и мы здесь боги. Это наш район, и уходи с дороги. Это наш район, ты, братуха, будь потише. Это наш район. Сюда иди, слышь, иди. Ни фига себе дождик. Почти попал. И чтоб не возвращался, пока не станешь человеком, животное. Вот там. Оу. Ты, походу, вообще удар не держишь. Хереть, блин. Это чье? Не знаю. Когда выходил из дома, стояли в коридоре. Походу, мое будет. Тессин, подожди. Че это вообще было только что? А вот решил повысить свое социальное положение в рядах независимых людей от родителей. Че, матушка из дома выперла? Да. Кстати, а тоже денег? Каких нафиг денег? Я пустой, блин, совсем. Че это? Потому что мой дед, академик Хера, вложил все деньги, которые предназначались для моего безбедного существования, в какой-то Хера в банк. А он лопнул. Кто лопнул? Дед, блин, лопнул. Карп Глебович лопнул? Тессин, тебя матушка из дома выгнала, вещи выбросила, а мозги оставила? Банк лопнул, я теперь банкрот. Ну что же, дорогой мой, дорогой мой, все понятно? У вас банальная эректильная дисфункция на лицо. Да с лицом потом разберемся, доктор. Что у меня с анализами? У меня полшестого. Расширенная печень, снижение тонуса кишечника, шумы в сердце, пониженный гемоглобин, давление, одышка. В целом анализы в норме. А что у меня, доктор? У вас чисто психосоматическая проблема, ничего страшного. Вам нужно повысить вашу самооценку, чтобы поднять. Что поднять? Чтобы поднять ваш... Писюн. Ну, в общих чертах, да. Займитесь серьезным делом. Это поднимет ваш финансовый уровень, что, само собой, приведет к повышению уровня вашей самооценки. Ну, а там уже наступит улучшение вашего либидо. Улучшение чего? С бабами у тебя будет получаться. Что, получаться? Все получаться. С письменом у меня шоу. Короче, первым шагом к успеху будет любезно оплаченный вами вот этот счет. Зашибись. Теперь я не просто импотент, но и нищий импотент. Поднял самооценку, блин. Хрена себе привет, у меня аж привстал. Это что, дрон был? Не, братан, это не дрон. Во-первых, у дрона нет таких классных сисек. Во-вторых, у него нет бабок на такую классную тачку. Ну, а в-третьих, у тебя бы на дрона не привстал. Шаг, тихо, пошли. О, зырь, человек без идти пойдет. Сейчас нас накроет волной веселья. Здоров, Костыль. Привет, парни. Он, походу, с подуна. Не думаю. Может, потому что ты нифига не думаешь, что из дома и выгнали, а? Нет, не поэтому. Я думаю, что у Костыля какие-то проблемы. Эй, Костыль, иди сюда. Иди сюда, Костыль. Давай, давай. Что у тебя случилось? Блин, как же я жрать хочу. Уже, наверное, время обеда. Сейчас узнаем. Костыль. Костыль, а который час, а? Полшестого. У меня теперь всегда полшестого. Че, сломались мужские часики, да? Я вот не понимаю, зачем так убиваться из-за каких-то часов? Вот матушка об меня сломала отцовский будильник, и ничего страшного. Свои мемуары потом расскажешь. Ты там что-то про еду говорил. Знаю тебя, ты в сумке и слона мог припрятать. Давай, доставай. Точняк, в сумке. Я же взял пакет с консервами. Я когда из дома убегал, с собой прихватил. А как матушка не заметила, а? Она пока за берданкой бегала, я успел свалить. О, фу. Либо у тебя в сумке живет карликовый тайсон, либо матушка у тебя черметом барыжит. Консервы это не чермет, это цветмет. Сука. Это же меня матушка попросила мусор выбросить на прошлой неделе. А что же я тогда в бак кинул? Я зашибись. Я же жертвой. Без бабла. Я всегда полше стола. Так, все, стопы, стопы, прекратить истерику, костыль. У меня есть идея. Ща, короче, дроны наберем, он по-любому порешает. У меня батарея села. А у меня бабла на телефоне нет. А у меня и мобильного нет. Ушла в счет оплаты медицинских услуг. Вот теперь можно и поистерить. Да какое дело? Почему это всегда со мной? Как вы меня даже знали? Почему Илья? Почему это херня всегда со мной? Пацаны, это же дрон. Дрон! Братан! Брататуй! Ребята, ты блин. Братан! Братишка! Брататуй! Чего вы орете, как коты у ветеринара? Заходите. Я белый? Я-я-я-я! Я-я-я-я! Итак, господа, что мы имеем? Кто-то имеет, а кто-то не имеет! Ну ладно, 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 ладно. Ну все могли оказаться в такой же ситуации, как костыль. Да, дрон, ты прав, конечно. Костыль, братуха, я сам однажды оказался в такой же беспомощной ситуации. Прикинь, привел я телочку домой. Ну, жухи-пухи, вы поняли, прелюдия закончилась, раздились мы. И только мы заходили, как стояк разорвало. И у всего дома стояк упал. Прикинь! Ну, стояк-стояк, юмор, что не смешно? А у меня другая история была. Еду я вчера, короче, на машине, и тут у меня глушитель оторвался и висит. Смешно висит! Черт, черт, а я на прошлой неделе у сеструхи попугая съел. Поняли прикол? Ну, вот, зацените, какой у меня от бати ресторан достался. Зачетный. А, шиковый. А батя, что, в лучший мир отчелил? Вот повезло тебе, дрон. Да погоди ты, а батя где? Ну, ты же знаешь, батя у меня секс-гигант. Ну, из-за этого у него иногда бывают проблемы. Сейчас, например, его ищет вся колумбийская мафия за то, что он с дочкой наркобарона. Но тебе такие проблемы не грозят, братан. Молодец, поддержал корича. Сейчас, у меня звонок очень важный. Алло, хозяин ресторана дрона Шотович слушает. Нет, так это же очень большие... Слыхали? Большие небо его проблеми. Костыль, куда тебе к твоим проблемам еще проблемы дрона? Что ты с ними будешь делать? В домино играть, а? Или в бочки солить? Ладно, сейчас, на самом деле, все наши проблемы, по сравнению с проблемами костыля, крошка на столе. Крошка на столе. Я похавал. Братаны, у меня есть к вам предложение. Я согласен. И хлеба побольше. Погоди ты. Какое? Я предлагаю моим корешам долю в моем ресторане. У каждого будет по 25%. Матушка, я больше не животное. Я стал человеком. Ну вот, ни в чем себе не отказывайте. Нет! Три раза за час. Теперь я понимаю, почему твои услуги стоят так дорого. А можно тебя продлить? Нет, нельзя. У меня еще шесть заказов. Короче, у всех по 25%. Но у вас минус одна акция, а у меня плюс одна акция. Ну, как у главного. Да, шиковый ты математик. Да, в принципе, нормально. Обеды бесплатно? Не, ну не знаю, это же работать надо. Так, а что работать-то? Ресторан уже работает. Даже особо менять ничего не надо. Ну, так разве что улучшить чуть-чуть. В натуре только нужны эти, как их, новые идеи. О, одна часть тела работать перестала, зато вторая начала выдавать креатив. О, идея! А пусть посетители приходят со своим. Чего? Ну, а шо? Пойдем в разрез общему правилу общепита. У них нельзя со своим, а у нас будет, типа, приходить только со своим. Официант, кипятка два литра за наш столик. Задаю. Фигня это все. Давайте сделаем элитное кафе. Только для своих. Вот директор. Не-не-не, это плохая идея. Давайте у нас будет кафе, типа, только для богатых. Это вообще чушь какая-то. Че это? А давайте оставим все как есть. Ну, а смысл что-то менять, если оно и так работает? Опять удивил. Зачем что-то менять, когда оно и так работает? Уважаемый совет директоров, у меня маленькое, но очень важное замечание. Опа-опа, сударь! Папсики, я бы на вашем месте сейчас не опрягся бы. Я попросил бы без сарказма. А можно я на правах долевого участника нашего предприятия немножко поживу здесь? Да без проблем вообще. Тем более нам ночной сторож не помешает. Да-да-да, только она кухню дверьная будет заварить и забетонировать от этого долевого участника нашего предприятия. Ну, предлагаю закончить нашим импровизированный совет директоров небольшим сабантуйчиком. Как говорил мой батя... По писюлику? Давай без писюликов, просто бухнем. Что тут творится, блядь? Алло! Истеричка, официанты где? Кто? Официанты! А, официки! Их уволили. Кто? Че ты орешь? Министр социальной защиты! Кто-кто уволил? Директор! Какой нахрен директор? Я! А че это блюдо холодное? Оно уже даже застыло! Потому что это холодец. Хорошо! Че тогда тифтели в капусту завернуты, а? Вот это? Потому что это голубцы. А че ты хамишь мне, а? Че ты хамишь? Директора зови давай! Не ори, я здесь. Ты директор? Директор. Я буду официанткам не хамить, уволи! Хорошо. Принеси мне пирожки с варениками. Повар не будет готовить пирожки, у которых внутри варенье. Это беспредел! Директора позови! Не ори ты, я здесь. Директор? Да. Уволь повара. Нефиг делать! Повар, ты уволен! Ты не уволена! Дебилы. Как хорошо, что мы ее уволили. Я невоспитанная официантка. Так и у нее будут невоспитанные дети. Че это за херня? Сука, как это ж врач? А с баром что? Это надо у директора спросить. Стопэ, я догадаюсь, у костыля. Биду! Слушайте, кочегар, только не надо рассказывать, что у тебя трубы горели. Что тут творится, блядь? Простите, а можно два горячих коктейля с тела баром? Конечно, можно! Можно даже больше! Сейчас вы получите бесплатный коктейль с шикарного тела директора заведения! Давай сюда! Раз! Два! Три! Спасибо! Ты уволен! Приняйте у меня, друзья, кочегар, гармонист и боксер. Вот это вы дали. А что, только мы? А, да, да, ты еще там про какие-то пробелы говорил. В башке у тебя пробелы! Он говорил, что у него проблемы! Ну, Дрон, у тебя проблемы? У меня есть один очень хороший знакомый врач. С этим у меня проблем нет, костыль. Ну, я не знаю. Когда я обнаружил свои проблемы, я точно так же реагировал. Блин, и как я реагировал? Ну, точно так же. Вискарь пройтись. Это не вискарь. А что? Белый туалет. Ух ты ж, блядь. Да помню я все, помню. Ну, не все, конечно. Ну, это ж как-то можно решить. Я что, похож на математика, чтоб все решать? Короче, сегодня ты должен вернуть все долги. О, пацаны, а вы куда собрались? Дрон, спасибо за все. Особенно за хавчик. Ну, матушка звонила, просила вернуться. Тем более, она борща наварила. Это ты че? Запах через мобилы учуял? Ладно, Дрон, спасибо. Было реально круто. Но мне тут бабка отзвонилась только что. Хочет сообщить подробности при приятнейшей новости. Дед новельскую премию получил. Бабки из банка забрал как-то. Понятно. О, костыль, братан. А я вспомнил. Ну, так отлично. Видишь, память уже вернулась. Потом и остальное заработает. Я вспомнил, как ты нас с пацанами кинул. Че? Кинул? Как? Ну, как же ты не понимаешь. Я не мог по-другому. Сначала кредит на восстановление ресторана. Потом кредит на возврат первого кредита. Потом частный займ. И они нереальные сроки. А в итоге меня ждут отрезанные пальцы. И ампутированный этот, который у тебя не работает. Так что теперь не только я должник. Теперь вы тоже должники. Я ничего не понял. Но спасибо, Дрон, за все. Было круто. Давай, пока. Пацаны. Поехали. Ресторан закрыт. Санитарный день. А мы как раз из санстанции, Дроношадович. Ну что, Дроношадович, приступим к переговорам по поводу вашего долга нашей скромной организации. Будет немножко больно. Корточек встали, набросали строчки. Мир на ладони, и мы кешики-почки. Мы уже не хулиганы, и теперь не шмана. Ну если чё не нравится, слышь, иди сюда, да! Это наш район, и мы здесь боги. Это наш район, и уходи с дороги. Это наш район, ты, брат, духа, будь потише. Это наш район, сюда иди, слышь. Игорь Негода. Игорь Негода.